17 августа отмечают память святой Евдокии в русской традиции Авдотьи, которая жила в 4 веке и была знатной римлянкой. О том, чего русские люди ждали от праздника святой, хорошо говорят ее прозвища – Малиновка или Огуречница. В эту пору поспевает малина и идет последний сбор огурцов. Накануне праздника наш корреспондент Любовь Пермякова успела поесть сладкой малины и свежих огурцов в гостях у огородников микрорайона Качгард. Ну все вкусные, сладкие такие, да? Ага. Людмила Ульяновская, староста района Качгарда, угощает нас сочной малиной. С ее огорода началась наша экскурсия по частным домам микрорайона. Кроме малины в саду Людмилы Павловны растут крыжовни, красная и черная смородина, клубника, земляника. В этом году хозяйку порадовал богатый урожай томатов и огурцов. Как и любая женщина, особую слабость огородница испытывает к цветам. Не видите, какие густые. А остальные пока еще первогодки. И вот эти еще второй год. И вот тут не знаю, что теперь распустится. С этим цветом, да? Ага, не знаю, не знаю. Но были еще у меня лилии ярче, чем вот эти алые. Ой, какие красивые. Особая гордость хозяйки дома – небольшой сад. По словам Людмилы Ульяновской, у нее растут почти все деревья, которые есть в округе. Любимица сада – красавица в ярком наряде и рябина. Мама еще моя с мужем садили. И мы за ней ухаживаем, потому что это мамино дерево. Лиственница нашей 10 лет. Этой березке тоже 10 лет. Ну, шиповничек, жимолость. А жимолость, она полезная вообще, да? Очень полезная. Она снижает давление. Вкусных и полезных культур в огороде семьи Ульяновской более 50. Если есть лишние луковицы, семена, рассада, Людмила Павлона с удовольствием делится ими с соседями. К одной из них мы отправились в гости. Красные маки при входе приветственно покачивали бутонами. А за калиткой нам открылся необычайно красивый огородный ансамбль. Из кустарников, уличных и домашних растений, плодово-ягодных культур, декоративных предметов. Здесь каждое растение и каждый предмет сплелись в гармоничном союзе. В этом доме проживает Каняева Татьяна Николаевна. Она родилась в этом доме, жили ее родители, братья, сестры. Затем она пожила в квартире, но земля притягивает. И вот она переселилась сюда, перестроила дом так, как ей надо. И столько она сюда вложила души за короткий срок. Она, видите, как облагородила свой такой небольшой участочек. И настолько здесь мило и приятно. Жить хочется. В этом доме для красивой и комфортной жизни созданы все условия. Летняя уютная веранда с элементами русской культуры заслуживает особого внимания. Сразу после бани, пожалуйста, чай и пить. Пила-чай в этом доме в окружении 20 видов комнатных растений, фиалок, орхидеи, герани. И долгожительница микрорайона Качгард, Раиса Смирнова. Ее дом словно со страниц русской сказки. Не зря в этом доме когда-то жила известная сказительница. Дом-то с Голубковки переплавлен был в 40-м году. А, значит, Мария Вьяна Голубкова еще в этом доме жила, в Голубковке. Мы этот дом облюбовали. Я-то, мне-то чего, дедушка говорит, возьмем этот дом, ежели продадут. Говорит, я сделаю, как нам надо. А наличники красивые кто делал на окна? На окна наличники делал дедушка и сын. Они целую зиму, там у нас с домом вместе баня. И в этой баню пока не топим, там как мастерская была. Они это все пилили, пилили, выпилили, все. Семья Смирновых не только красиво обустроила дом, но и территорию вокруг. Разбила небольшой сад. Каждый год в этом саду хозяйка дома высаживает новые растения. И возраст в сентябре Раисе Семеновне исполнится 91 год. Этому не помеха.